Как это происходит? В сердце вы видите расстроенное желание, руководящее желание. Ну, например, меня не уважили, не правили, например, уважение. Интересно, как простое желание становится руководящим желанием. Знаете, одна женщина очень сильно хотела, чтобы ее муж покаялся. Вроде хорошее желание. Оно может стать плохим? Да, нет? А кто за то, что да? А кто нет? Даже не надо признать. Но оно стало плохим, потому что она гонялась за своим мужем с топором. Потому что так хотела, чтобы он уже покаялся. Это реальный случай. Хорошо, смотрите, две стрелочки берите вверх. Сначала это просто желание, потом оно превращается в требование. Потом нужду, потом ожидание, потом разочарование и наказание. Вот так вот это все происходит у нас. Значит, вот расстроили вас. Каким образом мы хотим победить в конфликте? Или ведем себя в конфликте? Ну, если мы хотим победить. Давай, кладешь. Наша изюберная стратегия победить. Какие примеры списания? Кого вы помните, кто в конфликте всегда хотел побеждать? Саул. Саул. Да. Почему? Когда? Ну, может как бы это не совсем дянет под конфликт. Но, по крайней мере, каждый раз, когда он умножал, ему как бы важно было победить в плане как победа в смысле перед людьми. То есть, ой. Фарисей. Блин, Давида хотел убить. Это тоже некрасивый. Да, гонялся с ним, точно. Он был такой. Еще есть некоторые примеры? Фарисей конфликтовались, если он там, чтобы победить. С того цена. А что, примеры из жизни? Знаете, кого в конфликте, кто хочет победить? В каком-нибудь плохом смысле победить или хорошее? Ну, вы видите, что человек все время спорит, да? Что Павел тоже хотел победить? Просто. Судя со своей дочерью, когда конфликтовали, я говорила, ну ты меня не победишь, ты что не понимаешь? Она говорит, почему? Это вызовный. Тебе просит, а мне 37. Ну не победишь ты меня. Я говорю, а ты знаешь, мама? Я говорю, ты знаешь, ну столько. Она говорит, ты знаешь, ты и Богом, ты тоже знаешь, сколько. Восемь лет. Восемь лет. Хорошо. Как мы пытаемся победить в конфликте? Сплетение победы в конфликте. Как это проявляется? Ну вот те, кто из тех. Эксперт. Ну правда, не показать цифру. Эксперт. Каким образом? Любым. Каким обычно. Ну проводить аргументы все в пользу. Это доводы, да? Это зависит от пола. Что-что? Ну от пола зависит. Сепотет кто? Хорошо. Какие вот еще методы? В семье, если мужчина конфликтует, часто идет такая жесткая логическая цепочка. Да, да. Вот. Вот. Записи рак. Какой он кстати не поднялся? В семье и в руках. Если конфликтует женщина, то я не единую же заслышал, то это вот, ну, как бы там, все это, ну, слезы молчания и там, ну. Слезы молчания. Да, это тоже, кстати, это может быть тоже элементами стратегии победы. Я буду молчать, пока не буду помоя. Да. Есть мягкая аналогическая цепочка в семье. Да. То есть. Да. Я тебя люблю. Ля-ля-ля-ля-ля. Съехали с темой. Понятно. Понятно. Я хороший. Ты копайся в своем сердце. Хорошо. Это можно? Вот я написала несколько. Война урона. Это бесконечная битва. Это, короче, двое в ринге лупать столько, пока есть силы. Они все равно, даже если они на коленях стоят, они все равно лупят друг к другу. Или два козла на горной тропе. Вы знаете, да? Два козла на горной тропе, они умирают от голода, потому что они вот никому не уступают. И я часто своей дочери приезжаю. Надо быть овцой. Которая легла, пропустила козла. И пошла козла. Она жива. Она жива. Если ты козел, то ты там и умрешь. Молчание. Ласковые убийцы от браков. Знаете, да? Любленная стратегия женщин – молчать. Больше браков разваливается из-за того, что женщины молчат, чем из-за того, что есть огромные жаркие конфликты. Слезы, помните, пытаешься, швека не видно. Это тоже, кстати, мощное оружие победить. Ну, или ваш вариант. Как вы пытаетесь победить в конфликте. У вас точно есть свой ассортимент. Или арсенал. Вас есть оружие. Угодить. Примеры списания. Кто в конфликте любил угождать людям? Аром. Вот эти... Аром. Слезы на него пришли, захотели грешить, ну, идолу походу. Да, сто процентов. А вискут. Причем? Да. Моисей так же. Моисей? Да. Когда Моисей? Когда люди грешили, и он заступался за народ, просил. Ну, нет. Палкой стучал. Это не конфликт. Что не прошло земным угодом. Да, это не конфликт. Он скорее нес священническую роль. Он заступался... Да, посредником. Он посредником был. Между Богом. Там даже... Он когда заступался, так интересно, что... Просто недавно пересчитывал. Мне нервничаем, что он говорил, что не ради... Ну, почти не ради них, а ради себя, ради своего имени. Что скажут те народы? Типа Бог, который вывел из Египта и погубил. То есть он думал не о людях в тот момент. Да, да, да. Сто процентов. Поэтому еще давайте подумаем. Кто любил Гожданин? Пилат. Пилат. Петр. Вспомни, когда это было? Да ладно. С физичниками, Сеглев поел... Сто процентов. А потом пошел и... А Балмара за ним пошел. Самсон. Ну, как это проявляется в нас? Все, что скажут, только не здесь, да? Или, слушай, вы говорите, так приятно. Или прости, 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 потому что по-другому все равно же не победишь. Все равно не переспоришь. Ну, или ваш вариант. Как это вы наблюдали? Человека, который всегда уграждает, не идет на конфликт, не говорит правды? Мороз. Или в мороз. Или в мороз. Или в мороз. Или в мороз. Нет. Нет. Как это выражалось? Как в мороз это угодить? Типа они затрагивают эту тему? Как еще? Или вам не свойственно угождать? Как длится? Это кому? Оторгеть или чел? Оторгеть. Или... Или... Вы уже решили? Вы просто попросились прощения, чтобы просто решить конфликт. Ага. Чтобы я сам не прости? Ну, я не... Я не... Я не... Я... Я не... Я про Ванную, я прощения. Ладно, шути просто. Магаля, если ты уже видит этот вложный, красивый мир. Мы с Ванной обсудили, я пошутил правду. Я пишу, когда конфликт, ну все я пошутил правду. Нет, ну реально бывают шутки. Хорошо, 2-3, да? Избежать, например, из писания. Кто избегал конфликтов, бегал из конфликтов? Так, в чём разница? Ну, давайте, кто может перевести пример из писания? Яков. В каком было стать? Яков, кстати, был хороший пример предыдущему. Потому что он брату посылал, но он избежал в начале. Вот, да, то, что он избежал, мы надо подробнее. Да, он, ну, как... Отец благословил, и мама говорит, «Попой, дайте!» И снылся. Хорошо, ещё вопрос. А можно, например, Иосиф и Мария? Что он хотел избежать какой-то... Что люди будут осуждать, и что они как... А, когда он Марии сказал... Да, когда он хотел её... Ну, мне кажется, это больше было в празднике. Да, наверное, да. Может, там тоже было. Не знаю. Ещё? Ещё где-то есть, или... Как люди избегали конфликты? Может, он что-нибудь сказал, там, «Петро ведрик». Иначе, «Петро ведриксе ведрик». Когда он подрёкся от места, да? Да, «Лой ведриксе». Ну, ладно, избегал. Хорошо. Ну, как-то, ну... Мои варианты какие-то, что я сконнула. Мы не будем касаться этой темой, потому что будет конфликт. Да, много раз не будем говорить. Замолчим, зайдем, забудем, сделаем вид, что так и было. Хорошо, ваш вариант. Я сейчас сказал, классный приказ Авраам и Лот, как у меня расходилось, и Авраам сказал, типа, ну, ты можешь пить, куда хочешь. Ну, ты мешай, какого гарнему. Хорошо, ваш вариант. Как выйдете избегать таблиц? На морозу пасть. Есть ситуация, просто заморозят. Забыли, поехали, а сам так убежаться и судить лучше. Угу. А в чем разница между... Разница между... Например, например, с Лотом, это же не... Он как бы смирился и просто уступил новость. Полно почитай другого, вышли в себя. То есть... В чем разница между... Блоком и Лотом? Мотивы, наверное, больше всего. Мотив сердца у Авраама было благословить. Ну, в крайнем случае... Я так понимаю, что Авраам, ну, избежать... Речь идет не избежать, в плане, что вот конфликта еще нету, и я хочу избежать конфликта. Ну, мне кажется, избежать конфликта, когда его еще нету, это всегда хорошо. Мне кажется, больше речь идет о том, что если есть конфликт, так я, ну, хочу избежать решения конфликта. Просто тут, ну, больше надо дописать вопрос. А у Авраама не было конфликта, он просто мудрость проявил, чтобы не допустить его. Ну, Иаков это идеальный пример вот этой категории. Он реально убежал от существующего конфликта. То есть это не просто отдать лучшее своему брату или, там, бельмяннику в данном случае, да, как Авраам был. А он реально просто лапортачил и убежал. Это само. Спасибо. Я тут ни при чем, я быстренько к Лобану. Это женщина. Ну, ваш вариант. Как вы пытаетесь избегать решения конфликта? Задолбить. Самая любимая стратегия? Задолбить. Задолбить. Уже казалось прикладу, попробуйте, чтобы не нагнетать конфликт. Тебе вы будете с собой? Я просто сказать, выбачьте. Просто легче спать. Я старю, положусь спать. Так все времени нет. Я так серьезно не спаляю. Не могу сюда выходить. Илья, а если днем поссорился три часа? Я с бозром выкладываться решаю. Юля, а если днем поссорился, что делать? Не важно. Какое желание становится грехом? Как желание становится грехом? Как желание становится грехом? Я вам еще раз повторю. Просто перед два. Все начинается с желания, которое происходит с требования, нужду, ожидания, разочарования, наказания. Очень часто девушки оперируют пониманием нужда, ожидания, разочарования. У мужчин все с требованием связано. И должна, и обязана. Ну, если это, конечно, муж и мой. Ну, и наказание. Мы все легко наказываем другом по-разному. Вы осознете, что вы это делаете, да? Не всегда, а не всегда. Ну, а как обычно наказывают? Так, как за временем. Это вообще по кодексу Украины не подходит. Как? Не знаю, это бывает физически за жену. Ты не знал? Вам не знали. Это нахуй, что вы пойдете на бои тебя на 5 суток. Избивать детей? Можно. Если не на бои, то даже не на 5 суток. На палочке. Показания, какие? Как мы на базовой веке, какие? У них ограничений вообще не имеют. Да, надо не общаться по Facebook, по контакту, по вайдеру и чего. Удалицы в России. Удалицы в России. Удалицы, например, обсуждать с кем-то и рассказывать. Жаловаться на этого человека, да. Постоянно начинаешь усмеивать этого человека, то есть как быть в больной точке, да. То есть ты понимаешь и начинаешь шутить над этим или что-то. Выставлять его в них. И где-то у него есть какие-то промо, типа, в жизни, по-моему, по-моему, ты можешь спроизвать эти моменты. Знаешь, что ты захочешь убить. Вообще очень классно даже просто поразмышлять над этими всеми элементами. То, что стрелочку можно отрести? Вот желание, инфекциональность. Ну, например, проанализировать свое зачарование. В чем я сейчас разочаровываюсь? Очень часто. Да? И вы выйдете на свое желание. Ну, чего вы хотите. Если вы человек, который склонный к игре, к каким-то унынию, то проанализируйте свое зачарование. Они всегда придут к тому желанию, которое вам часто управляют. Например, моя младшая дочь. Ей полтора года. Ее депрессия выглядит очень просто. А мать на улице. Ах, не так. Теперь я буду лежать на полу, рыдать, качаться, приказывать. Ты смотришь на меня? Ну, это вот мини-депрессия полутора года малого ребенка. А теперь умножим это все на 25 лет. И получится другая депрессия. И опять же, она очень, ну, можно понять на самом деле. Есть такая вот, я хочу так, что я ничего такого не хочу. Потому что этого у меня нет. Понимаете? Ожидание, например, тоже хороший язык, чтобы понять желание. Я ожидаю, что дружба должна быть такая, 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 такая. Вот если она не такая, то это не дружба. Или брак должен быть таким, 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 таким. Ах, он не такой. Вот. Нужды. Вот у меня есть нужда, чтоб ты меня любил, ценил, уважал. Или чтоб ты меня уважал, чтоб мне это надо, чтоб меня принимали. Вот если это все, то можно выходить на те же желания, которые управляют на своем сердце. В принципе, достаточно просто даже прислушиваться к себе. О чем я и говорю в конфликте? Вот. Вот. Класс. Следующий. О, следующий. Божий конфликт. Оказывается, есть такой. Вот. Опять же, мы видим расстроенное желание, да, в сердце, в сердце что-то не получило. Каким образом надо двигаться? Как Бог говорит нам решать конфликт? Ну, смотрите, первый момент. Понять себя. Иакова. А давай, класс, и там будет следующий момент. Да. А давай еще раз. Может, еще и дальше. Вот. Вам не угодили. Что-то произошло не так в отношениях. Что нужно делать? Понять себя. Иакова 1.3. Вот. Сквозь призму пункта. Не просто сесть и небетировать. Понять себя. Что я чувствую, что я хочу, что я ожидаю. Иакова 1.3. Можно задавать себе, можно проследовать себя по логической цепочке. И выставить свое желание, но стало уже страстное желание. Вернее. Понять себя. Иакова 1.3. Очень хорошие главы, которые как рентген. Режут туда, куда надо. Они показывают. Сейчас я обуздываю свой язык. Не обуздываю мудрость. У меня с небес или бесовская. Я сейчас варю. Ну, хорошие моменты. Или понять, что управляет моим сердцем. Да. Второй момент. Понять Евангелие, вера и покаяние. Иакова 4. Жесарова. Иакова. То есть, помните Матфея, уже в 7 главе говорится, что если ты хочешь сучок в глазе брата твоего вынуть, надо сначала пойти и вынуть свое бревно. Понять свое бревно. Понять, что с этим бревном не надо носиться, а нужно прийти ко Христу, чтобы он его вытащил, исповедовать, получить прощение. И потом, следующее, понять другого человека. Ну, нужно осознать, что это бревно. Конечно. Потому что часто мы не осветли. Ну, так. Ну, тот момент, который осознал. Нажать на стол и не применить этот бревно. Понять другого человека. И искать возможности служить в этой ситуации. А теперь вернемся назад. Да. Еще? Значит, смотрите. Вот это мы прошли по краю. Что делать со своими желаниями. Это как подготовка к сердцу. Что мы можем делать? Три момента. Первое – это обличить. Второе – ободрить. Третье – помочь в конфликте. Конфликт – это всегда возможность. Прямо и другие конфликтуют для себя ободрить, об обличиться. Да. Понять, если у нас конфликт, если с тобой кто-то обрисует. Или, если ты даже находишься в какой-то момент. Понимаешь, что что-то дело не так. Нажимаем на стол. Исследуем свое сердце. Понимаем, как нужно действовать в данной ситуации. Это обличить, ободрить и помочь. Помните три первых делера? Какие у нас были? Победить, угодить и избежать. Победить, угодить и избежать. Здесь не победить, а обличить. Ну, как мы отвечаем? Ну, ты такой же, да? А ты такой же. Нет. Не так нам отвечать. Ты знаешь, я переживаю тебе. Обводить. Мы пройдем через это. Мы справимся. Давай разберемся. Давай решим. И помочь. Хорошо. Помочь. Как я могу помочь… То есть как Грид – это возможность. Возможность для меня послужить на негдубе. Как я могу помочь? Субтитры создавал DimaTorzok